Сегодня у нас доклад Боровских, Алексей Владиславович, освоение мыслительных средств, в скобках, числовые отношения. Какая связь этих двух предложений, непонятно. Ну ладно, заодно и узнаем. Да, ну, значит, мой доклад является продолжением значительной степени того, что я делал в прошлый раз. Ну, поскольку это я в первый раз в таком, в этой тематике выступаю, я не очень сориентироваться, насколько времени хватит. И поэтому вот конкретный разбор у меня остался неразобранный. Я хотел бы его показать для того, чтобы пообсуждать, потому что в конкретных вещах все гораздо понятнее и есть, что обсуждать. Значит, ну, сначала я напомню краткое содержание предыдущих серий. Оно состоит в том, что, во-первых, был сформулирован тезис о функциональности математики, стоящий в том, что ее ценность состоит, ну, как и любой другой наук, в том, что она предоставляет мыслительные средства. То есть мы можем с помощью математики не только с тем, что мы видим, работать, но и с тем, что мы не видим, что нужно мыслить, что нужно себе представлять. Иначе мы не сможем сделать ни автомобиль, ни велосипед, ничего. Значит, именно средства мышления, позволяющие мыслить, представляют ценность и любой науки, и математику участвуют. Второй тезис, принципиальная была специфичность математических мыслительных средств, что она состоит в том, что они позволяют мыслить отношения между разными сущностями. И поскольку речь идет об отношениях, в этом предметная сторона этих сущностей, она как бы снимается. Когда мы говорим об отношениях между векторами, неважно, где это, силы, скорости, электромагнитной индукции или чего-то другого. Я вот прошу прощения, в прошлый раз я молчал на эту тему, но сейчас вот хочется очень... Давайте. Вот смотрите, написано «мыслить отношения». Вообще, мыслить что-то, разве так говорят? Говорят. Мыслить о чем-то? А что значит мыслить отношения? Не очень понятно вообще смысл этого такого сочетания, слова сочетания. Мыслить что-то, что это значит? Ну, мыслить что-то... Может, может, я не прав, может быть, это разумное такое сочетание? Представлять себе это что-то. А мыслить о чем-то, это что-то с такой философией. Мыслить в данном случае – это представлять себе отношения. Представлять. Представлять, да, оперировать. Понятно. Игорь Николаевич, размышлять о... Да. Более корректно, редакторски будет размышлять о чем-то. Ну, я... Да, просто само сочетание, вот оно мне не очень понятно. Что значит «мыслить отношения». Вот не очень понятно. Ну, ладно, понял. Хорошо. Извините. Да. Значит, мысленно представлять себе отношения и оперировать с этими отношениями. Вообще, Игорь Николаевич, у меня выгудил вопрос, как правильно. Я... Ну, в общем, я следую традиции методологической, которые в школе Щедровинского сложил. Я понимаю, что у них термин «мыслить что-то» связан с тем, что фактически речь идет о предметности мышления. О том, что мы, когда мыслим, мы представляем себе какие-то вещи, используя какие-то, опять же, мыслительные средства. Это была рафинированная позиция. Вот такая литературная форма мыслить о чем-то, она, скорее, Антон Георгиевич правильно сказал, что размышлять о чем-то, это психологическое такое, скорее, описание психологического состояния, чем технической функцией мышления, которой мы занимаемся. Значит, вторая песня, я тоже сказал, специфика в том, что средства математические позволяют мыслить отношения и оперировать с ними. Ну и поэтому освоение математических средств – это освоение операций, освоение математических отношений, которые за ними стоят, и формирование системы средств, в которой фигурируют уже отношения между средствами. Ну, здесь я напоминаю просто типы, основные типы мыслительных средств, знаковые, идеальные и понятийные. И напомню, что это атрибуты, скорее, не самих средств, потому что математические объекты могут и так, и так выступать, а скорее атрибуты систем, в которых эти средства фигурируют. Если у нас интеграл, мы считаем интеграл с помощью метода интегрирования по частям, мы оперируем буквами, это знаковое средство. Если мы обсуждаем интеграл как предел интегральных сумм, который к чему-то стремится, когда эти суммы, когда разбиение стремится к нулю, или по какому-то там фильтру, или еще как, то мы используем его как идеальное представление, как предельный некий такой объект. А когда мы говорим о том, что такое интеграл с точки зрения физики, геометрии, как его применять, и как он как идеальное средство относится к реальным задачам, и как он как знаковое средство относится к реальным задачам, мы обсуждаем понятие интеграла, и этот тот же интеграл является ханикейным методом. Значит, способы использования математических средств, я тоже напоминаю, как метафора. Вот это можно использовать на математическое образование, причем для представления отношений в собственном содержании. Значит, другие науки могут это делать, другие сферы деятельности. Тогда, когда эти отношения, ну, каким-то образом в науках положены. В качестве операционального средства математика используются в физике или через физику, в инженерии или через инженерии. И вот как бы мне еще указали на то, что я пропустил экономику, экономика тоже использует математику напрямую, не через физику и инженерию. Ну, и там особый вариант, это с квантовой механикой, я не буду останавливаться. И на пропанациях я тоже останавливаться не буду. Значит, вот списочек математических отношений. Ну, как бы то, что относится к школьному и такому общематематическому образованию, здесь практически все представлено. Ну, может быть, чуть не все, но, как бы, для предварительного представления о том, какие типы отношений, по мне, к моему, достаточно. И, собственно, вот сегодня я буду говорить именно про числовые отношения, про первый тип отношений, про числовые. И, значит, вот я хочу продемонстрировать, значит, такой принципиальный заход. Вот, ну, может быть, там, в педагогической среде это сказали бы, что я какую-то методическую систему представляю. Значит, вот я вижу на верхнем уровне набор отношений, под ним набор средств, которые позволяют эти отношения мыслить и с ними мысленно оперировать. А под ним уже стоят задачи, которые позволяют эти отношения отходить. То есть, отзадачный подход я не отвергаю, хотя в какой-то момент его критиковал, но с точки зрения построения общей глобальной методы. А вот когда зафиксированы отношения и средства, тогда задачный подход очень эффективен, он позволяет строить задачи, позволяющие откладывать те или иные средства. Ну и под ним можно, если копаться в деталях и щепить, значит, щепить все на мелкие нити, можно там выбирать уже операциональный состав, который в каждой задачи как-то там снимает. Значит, вот я постараюсь пройти тот путь, который нужно пройти в освоении числовых отношений по линии вот средств. Я задачи предъявлять не буду, но я думаю, что такие задачи тут нужны. В общем, каждый из здесь присутствующих может миром сказать и представить, какие нужны для того, чтобы это сделать. Значит, ну вот давайте потихонечку начнем. Значит, первым средством, которое позволяет включить человека в мир арифметики, являются слова. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Значит, это следство определения количества переборов. Мы перебираем что-то или указываем пальцем на что-то и считаем. Дети этому учатся еще в дошкольном возрасте обычно. У меня под окнами детский сад. Ну, сейчас осень холодно, а летом они сидели, значит, в этих, на скамеечке там, в павильончиках. И слух, форум считали. Сначала до двадцати вперед, а потом до двадцати, двадцати до единицы назад. Дети учили слова, и потом эти слова становятся средством определения количества. Значит, ну, у психологов есть очень такие выразительные сюжеты, которые позволяют определить, освоено ли это следствие. По-моему, у Иконина в книжечке «Психология игры» оно было описано, хотя, может быть, я и ошибаюсь, я так на память не вспомню. Значит, это такой сюжет. Значит, ну, там дома готовится к приходу гостей. Значит, на столе стоят тарелки в гостиной, надо из кухни привезти, принести там ножи и вилки. И ребенку говорят, вот, принеси ножи и вилки, чтобы у каждой тарелки лежал ножик. Значит, ребенок, который это словесное средство не освоил, он набирает пачку ножей или вилок, идет, раскладывает, смотрит, не хватило. Он идет назад, берет еще и несет, раскладывает, и остались лишними. Ребенок, который освоил счетные функции слов, он поступает наоборот, он идет в гостиную, считает тарелки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почитав восемь, пришел на кухню, отсчитал восемь ножей, восемь вилок, отнес, подошел. То есть, это вот такой эксперимент, который можно поставить, как говорится, дома на кухне, для того, чтобы понять, ребенок освоил это средство. Если освоил, значит, вы начали. Слова оказываются абстрактным средством, они позволяют перебор осуществлять за счетом счета. Важно, что оно, это средство, становится необходимым, когда очень существенный момент стоит в том, что средство имеет смысл вводить, только когда перед него нельзя обойти. Оно становится необходимым, вот этот эксперимент психолога показывает, тогда, когда нам надо сопоставить количество, которое визуально не находится рядом. Когда рядом, их еще можно разложить, это с этим, это с этим, это с этим. Когда они рядом и находятся, вот средство, позволяющее эти количества сопоставить, это слова. Значит, это средство имеет ограничения. Во-первых, по количеству, потому что много слов дети, конечно, не помнят. Даже до 20 пока считают, по 10 раз запутаются. То 7 пропустят, то 12, это, так сказать, дело такое. Ну и что самое главное, значит, это средство не позволяет совершать операцию. В отличие от следующего средства, пальца, это средство позволяет совершать операцию сложения. Каким образом? А у нас уже есть способ пересчета. Вот мы берем пальцы, да, и загибаем. Раз, два, три. А потом мы считаем, сколько мы загнули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, как бы, поверх одного средства у нас появляется другое. И мы можем считать уже, вкладывать сколько плюс, сколько будет. Пальц позволяет нам освоить операцию сложения. Опять же, в ограниченных количествах, на 10, но тем не менее, это операция сложения. В чистом случае. Значит, преодолеть количественные ограничения позволяют инструменты, которые есть в любой школе, и используют это в начальной школе везде и всюду, в любой стране, это счетные палочки, ну или другие предметы. В принципе, там можно что угодно, можно камешки, можно какие-то кружочки, шашки, монеты. Это не важно. Значит, важно, что они являются абстрактными и позволяют считать количество больше 10, складывать, вычитать. Это средства, которые резко расширяют возможности выполнения арифметических действий. Существенно, что счетные палочки не имеют своей формы для знака, как средства, позволяющего что-то, так сказать, выполнять функцию знака. Очень важно, чтобы его форма не имела никакого отношения к тому, что он обозначает. Тогда это чистое, знаковое отношение. Вот счетные палочки, которые никакой формы не имеют, это очень хорошее средство. Значит, опять же, психологи проводили давно еще эксперименты, и выяснили, что если вместо палочек мы возьмем какие-то вещи осмысленные, ну, там какие-нибудь танки игрушечные или еще что-то, то математика идет резко хуже. Потому что внимание, когда считают танки, сосредотачивается на танках, на смысловой части этой вещи. А для математики важна операция абстрагирования, то есть отвлечение от смысловой части, а лучше всего это выполняют счетные палочки. Ну, или камешки, или вот какие-то вещи с максимально привитивной, неопределенной чертой. Идем дальше. Значит, палочки позволяют сделать еще один шаг. Это начать считать числовыми группами. Ну, как связки палочек. Опять же, все мы знаем, это все используется. Связали палочки по 10 штук, вот одна пачечка. Но очень часто их реально не связывают, а уже рисуют на картиночке 10 пачечек. Вот вам сотня, большая пачечка. То есть идет счет в трехэтажной системе. Штуки, кучки, большие кучки. Это практически счет до тысячи. Здесь очень важно, что счет кучками создает операции переноса сущностей. То есть 10 штучек, 10 сущностей одного типа превращается в сущность другого типа. Значит, это средство позволяет это делать в материальной форме. Но ограничения вещественные, они здесь уже создают предел для развития. Поэтому на следующем шаге мы переходим из материальной формы в так называемую материализованную. Когда эти палочки не нарисованы. Не грядные, а нарисованы. Мы начинаем уже мысленно оперировать с теми объектами, которые нарисованы. Иногда это делают вместо палочек кружочки, иногда точечки. Но это не важно. Важно, что мы начинаем оперировать с материализованными средствами. Это как бы полпути до чистого мышления. Когда на начальном этапе это происходит, это промежуточный этап. И эти числовые, эти кружочки, когда мы осуществляем группировки, объединяются в фигуры. Они становятся как бы еще и некой наглядной сущностью новой. Ну, опять же, во всех учебниках там есть такие треугольнички, в которых один кружочек, под ним два, под ним три, под ним четыре. Всего десять. Вот такой треугольничек становится новой единицей. А когда эти треугольнички тоже треугольничками в большой треугольник собираются, это получается сотня. И вот мы начинаем мыслить в трех единицах. Штуки, треугольнички и большие треугольнички. Фактически, мы таким образом добрались до некоторой счетной системы. И потом, ну, как бы сложность оперирования этой системы состоит в том, что эти количества, их надо все время пересчитывать. Потому что мы, ну, это тоже есть эксперимент, и непосредственно видим только количество до трех. Я с студентами эксперимент всегда провожу. Я там набираю некоторое количество монет, ну, там десятка, полтора копеечных. Ну, и потом вот кладу, ну, отвернувшись от студента, кладу на руку сколько-то монет, прикрываю, а потом так мгновенно он показывает колокольчик и спрашивает сколько. Вот. Значит, когда количество до трех человек отвечает мгновенно, это не требует никаких операций. Когда количество от трех до шести, он отличает с такой, ну, может быть, четверть секунды, может, даже чуть меньше, но с задержкой. Ну, почему задержка? Потому что нужно вот этого доли секунды на то, чтобы совершить мысленную операцию разделения образа, а две половинки воспринимается непосредственно. А если количество больше семей, человек уже не в состоянии это увидеть непосредственно, без пересчета. Вот, вы видите, сказать, тут восемь или десять. Это как бы граница для вот таких, для использования числовых фигур. То есть нам все время приходится пересчитывать сколько чего, и это не очень удобно. И эту границу позволяет перейти в цифровую систему. Простите, вот, а я слышал и даже испытывал это тоже, значит, такой тезис, что вот семь или меньше. Вот взглянул и сразу скажешь визуально, что здесь столько-то элементов. А если больше семи, то уже надо считать. Значит, больше семи точно и семь тоже. Ну, может быть, семь граничное, но шесть, вот меньше семи точно. Взглянул и сразу можно сказать, сколько тут элементов. Значит, да, можно сказать. Визуально прям сразу говоришь. Визуальности до трех и до шести отличаются они тем, что до трех человек говорит просто мгновенно, не без задержки. А когда четыре, пять, шесть, вот очень хорошо видна, вот это доля секунды, но задержка есть. Ну, то есть задержка на то, чтобы осознать, сколько их там, да? А больше семи уже задержка на то, чтобы мысленно разделить образ пополам. То есть мысленно образ делится на две части, и человек сразу видит две и три. Понятно, да. И говорит пять. Вот на эту операцию вот эта доля секунды тратится, и это вот как бы объясняет, почему семи больше не получается. Я прошу прощения, мне вспомнилась одна такая забавная ситуация. Я сидел с внучкой, и на столе стояла ваза с конфетами. Конфет вот визуально было там, пять штук. Я закрыл рукой, и говорю, сейчас я руку подниму, внучке говорю, и тут же опущу. А ты скажи, сколько там конфет сразу? А она говорит, можешь не поднимать, пять штук. Она уже до того посчитала, до того, как я поднял руку. Ну ладно. Это прошу прощения. Да, вот прямо визуально человек помнит и так. Сколько, да. Ну, в общем, вот как бы это непреодолимые чисто психофизиологические преграды, которые фактически требуют нового средства. Этим новым средством является цифр. Значит, цифры позволяют просто как бы удерживая три значка, понимать, сколько у тебя чего. И использование цифр по большому счету, вот, в счете до тысячи, оно практически полностью переводит вычисления в умственные планы. Значит, там есть стандартные приемы типа дополнения до круглого. И мы операции сложения вычитания с трехзначными числами можем выполнять полностью в уме, без всяких бумажек, без всяких этих кружочков мы можем полностью перенести это в умственные планы. Значит, правда, поверх этого есть введение речевых средств управления этим мысленным действием, но я на них не останавливаюсь. Это технология Кальперина, мы проговариваем то, что мы делаем, и это позволяет нам перейти в умственные действия. Алексей Владиславович, извините, Сергеев спровоцировал, а вот существенно другая задача будет, если я попрошу человека сказать, сколько букв в слове. В доске написано, вот я тычу какое-то слово и говорю, сколько букв. Ну, как бы это вы мгновенно показываете и убираете, то ну, не совсем. Смотрите, тут же есть еще речевая надстройка. Да. Вы показали слово, человек слово схватил. Навуку доносит. Ну, а если напишу на каком-то нибудь тарабарском языке. На тарабарском языке это то же самое, да. Просто когда мы говорим, сколько букв, то можно ассоциировать сколько звуков. Вот слово мать, сколько букв? Четыре. А звуков сколько? Три. М, А, и Т. вот. Ну, и там или семья. Сколько букв? Непонятно. Тут надо еще понимать, что там диптонги есть. Слова на доске написаны. Если слово на доске, то как бы наплевать, что оно означает и как оно звучит. Вот просто так, я думаю, до семи визуально поймешь сразу. До семи. Ну, вот можно поэкспериментировать на слова. Проверено, вот именно семь такая граничная величина. почему на кубиках вот таких, которые кидают, у них там от одного до шести, до шести сразу увидел сразу шесть, не глянь. Не считая, конечно. И так понятно. По форме уже. А вот было бы больше шести, там семь, восемь, надо было бы внимательнее смотреть, сколько там на самом деле точек. Ну, значит, некоторые вещи, они, кстати, вот о кубике, они могут восприниматься количество сразу как бы определенным образом, но тогда, когда они организованы пространственным образом. Вот на кубике пятерка, да, значит, четыре точки, одна в центре. Для того, чтобы сказать, что тут пять, не нужно как бы совершать операцию деления, потому что организованы эти штуки таким образом. как бы на начальном этапе, когда мы в первый раз это увидели, конечно, надо будет пересчитать, но потом мы просто запомним, что вот это, это пять. А так как там шестерка на кубке нарисована, это шесть. Но опять здесь вот так же, как в примере со словами, которые Валерий Семенов спросил, наличие дополнительных смысловых вещей позволяют удерживать как бы то ли вот формы, то ли смысл слова, позволяют удерживать этот объект в воображении и с ним что-то делать потом буквально. Почему не считаются числа больше семи? Потому что семь это, чтобы посчитать, надо разделить на три части. А когда мы делим на три части, пока мы сосредоточились на одной из них, про вторую и третью мы уже потеряли. Вторую еще можем догнать, а третью уже не догнать. То есть одна операция из сознания образ уже ушел. Значит, теперь появляются знаки сравнения. Знаки сравнения вводят нам отношения порядка. фактически оно задавалось правилами счета 1, 2, 3, 4, 5, но поскольку мы с вами перешли в цифровую форму, то в цифровую форму переводится и вот этот порядок. То есть мы с вами двигаемся в сторону превращения действия в мысленное и обсуждения всех свойств числовых уже на уровне мыслимых сущностей. Не тех, которые видим, которые наглядны, а тех, которые мыслим. Значит, схемы. Вот я уже в прошлые разы показывал схему, которая позволяет перейти от числовой операции к числовому отношению. вообще вот их функциональность как раз в том, чтобы сменить взгляд на математический объект. Значит, то давайте я что-нибудь нарисую. Да, значит, было два кружочка обведенных, три кружочка обведенных и общие обводы, было под ним написано два плюс три равно пять. А потом написали пять минус три равно два, пять минус два равно три. И эта схема стала изображать отношения. То есть, за счет вот этого комплекта мы на схему стали смотреть как на отношения. Но потом, когда мы этот взгляд усвоили, мы этот взгляд можем вернуть обратно на форму. потому что на схемах мы много так сказать не надумаем. Опять же, по той причине, что мы слишком много объектов на схеме не можем удержать сразу, мы должны их пересчитать. в формулах это все очень просто. Какая разница? 5 минус 2 равно 3 или 17 минус 12 равно 5. Вот для нас 5 минус 2 равно 3 и 17 минус 12 равно 5. Они практически одинаковых усилий требуют для того, чтобы с ними работать. а если мы нарисуем 17 кружочков и 5 кружочков, то это будет не пересчитайте и будете все время путь. Поэтому схемы позволяют перейти от числовых операций к числовым отношениям и это на мой взгляд самое важное потому, что применение математики прежде всего в том, что она позволяет работать с отношениями. И если в какой-то науке чего-то начали исчислять в каком-то количестве, ну немедленно мы начинаем использовать математические средства. То есть схемы позволяют вводить не только операцию сложения, но и умножение. Ну тоже все мы знаем схемки прямоугольничек заполнен и мы считаем сколько по длине, сколько по ширине, как там они перемножаются и эта схема является собственно и прототипом самой операции умножения. Алексей Владиславович, можно вопрос? Можно. Вот смотрите, просто чтобы понять, вот там, где на этой схеме 2 плюс 3 равно 5, я в прошлый раз писала, 3 плюс 2 равно 5, это немножко из другой как бы области это то же самое, и 3 плюс 2 равно 5, это то же самое. Здесь как бы позиционирования нет, что слева направо и так далее, это туда же. Конечно, ну понимаете, как только это становятся отношения, позиция то первой складывается то второе становится не принципиально. Просто это очень важно для начальной школы, потому что помните, у них же там проблема вот с этими именованными числами, особенно на умножении, много вот этих мемов ходило, когда что на что надо сначала умножать и так далее, а здесь как? Вы не пробовали ну вот это исследовать, почему они так вот учат детей и прямо принципиально? Ну вы знаете, мне кажется, что так учат детей потому, что так проще учителям, а не потому, что это имеет особый смысл. У меня аспирантка значит Веревкина Виктория Евгеньевна, ну она уже была взрослый человек, она работала учителем, а в аспирантуре заочно у меня училась, но потом пришел Калина и учителям стал меда-аспирантур. Вот. Она значит работала в подмосковной школе в Красноборске, приходит ко мне и говорит, вот вы знаете, у нас была методист, она нам сказала, что АХ квадрат плюс БХ плюс С это квадратный вообще, а С плюс БХ плюс АХ квадрат это не квадратный вообще. Понимаете? Вот. Ну мы с ней посмеялись, она-то оканчивала мехматы, поэтому для нее это как бы смешно было. Вот. Но учителя... Это плохой методист просто и все. Ну вы понимаете, а вот как бы у вас дела хорошие. Но в началке там другая история. Там у них вот эти дурацкие именованные числа и вот количество 2 на 3 бидона или 3 по 2. И вот разобраться, честно, признаться, очень сложно, когда... как правильно-то все-таки. И как учить теперь в начальной школе? Более того, более того, это нужно установить явно, потому что если это не установить, то человек подумает, что 2 в 3 и 3 в квадрате тоже одно и то же. Ну, переставили местами, как вот 2 в 3 это 8, а 3 в квадрате 9. То есть, его надо еще объяснять, что вот не всегда так бывает, но вот здесь именно так, что произведение все-таки, например, не зависит от порядка. То есть, это надо явно говорить. Значит, смотрите, тут же есть еще... Я сейчас отвечу на вопрос. Значит, вот на этой схемке понятно 2 плюс 3 или 3 плюс 2, что это одно и то же. Фактически, значит, законы сложения в таком исполнении очевидны как просто частный случай простого правила. Количество не зависит от порядка пересчета. Будем считать мы слева направо или справа налево или через один. Все равно. Как бы мы не считали, количество это то, что не зависит от порядка пересчеток. Математики бы сказали по определению. очень существенным является то, что эти свойства надо освоить именно на малых количествах, потому что на больших доказать это невозможно. то, что а плюс б равно б плюс а вы с дробями будете доказывать замучаетесь, а с рациональными числами извините, вы это не докажете никогда. Для этого надо уходить в теорию вещественного числа, которую изучают в университетах и объяснять, почему это. Значит, это вещи, которые интуитивно осваиваются именно на маленьких числах, а потом при переходе к более сложным системам числовой эта интуиция просто вкладывается в него. Не надо ничего доказывать, надо говорить, что вот это сохраняется и все. Потому что восходить к основанию математики и доказывать, в школе совершенно бессмысленна. Про бидоны. Значит, это дефект, связанный с тем, о чем я уже неоднократно говорил. В школе работа со схематизацией провалена. Потому что когда мы говорим про бидоны, это задача, поставленная от натуральных терминов. Для того, чтобы перейти к математической задаче, надо нарисовать схему. На схеме будут нарисованы бидоны. Да? Но на этой схеме мы увидим отношение, в котором бидоны ни при чем. И математическая задача ставится не про бидоны, а про c равно а умноженное на b. Из всяких бидонов. Поэтому бидоны вы умножаете. Был у меня в детстве в пионерской правде стихотворение. В огромной приемной 12 столов за каждым сидеть по 12 послов. 12 часов не считая минут послы молодого царевича. Но царевич к ним идти никак не соглашается. Все от того, что у него задачка не решается. Никак хоть тресни голова. Ну а задачка такова. В огромный приемный 12 столов. За каждым сидит по 12 послов. 12 часов не считая минут послы молодого царевича. И надо узнать, сколько времени зря потрачено молодого царя. Царевич старается соображать. Царевич пословно столы умножает. 12 столов на 12 послов получим количество стола послов. Стол послов новое что-то размером наверное он бегемотов. Сам за собой ест он и пьет и за себя никогда не встает. А если придется ложиться в кровать куда ему лишние ноги девать. Ну там стихотворение длинное но вот как раз сюжет именно про то как складывать именованные чипы. Не слышно ни разу. Спасибо. Вот. Печу. Да я думаю можно найти если погуглить то как бы начальная строчка уже да здесь она есть. Вот. Значит как бы ситуация именно в том что мы не строим схему отношений между данными которая позволяет нам избавиться от именов и увидеть математические отношения. Переход осуществляется через отношения отношения схемы и отношения математические. Здесь произведение и здесь произведение все. Мы перешли на математический язык и зная два сомножия считаем произведение или зная произведение и сомножия считаем второе сомножие. В этом тогда проблем не появляется. Я ответил на вопрос Вера Сергеевна? Да, да. Я просто к тому что надо как-то все-таки я даже не знаю как они настолько то есть мы уже давно говорили что надо методику обучения именно в младшей школе математики вот это чтобы ну как-то поставить точку в этом вопросе потому что вот столбят так и никак иначе потом получается какой-то казус ну я так понимаю что все прощают ради учителей которым ну которых большинство учили по принципу делай раз делай два делай три и когда речь доходит о каких-то вещах которых надо подумать то они теряются и говорят скажите делай раз делай два делай три а тогда авторы учебников для того чтобы их не ругали они все упрощают до прикола там глубже Алексей Владиславович там надо поднять методику и посмотреть как как описывается то есть есть же базовые методики и в началке в том числе и вот то как им написано как их учат учителей вот это надо просто я думаю как-то доработать что ли ну то есть свести все чтобы вот не было этого больше ну вот тут же еще понимаете то для того чтобы локально строить свое действие надо вот эту системку которую я сейчас обсуждаю надо держать в голове потому что иначе ну вот просто вы мне скажите как сделать правильно я сделаю надумав именно вот значит ну и дальше мы переходим к совершенно замечательным вещам таблицы сложения умножения которые вопреки своим названиям являются таблицами отношений а не операциям может быть поэтому они сбивают стол по названию это таблицы объективных и мультипликативных отношений опять же значит вопрос о том освоил человек операции или отношения проверяется очень просто если он по таблице сложения может быть вычитание да освоил он видит в этой таблице именно отношения и он сразу понимает где ему стать уменьшаем а где вычитаем а если он не освоил отношения и видит только операции ну тогда он это не сделает то же самое таблица умножения не сможет выполнить по таблице умножения операции деления значит несколько обособлено у нас в школьном курсе присутствует римская система счисления я кстати не могу сказать определенно стоит ее обсуждать или нет но нельзя не отметить что в принципе это рафинированная форма счета с дополнением до круглого потому что форма запись лимской системы счисления это всегда отсчет от круглого в ту или иную сторону и ну счет с дополнением до круглого значит двузначные трехзначные числа складывать и ну если там хорошо потренировались двузначно умножать это то что мы можем научиться делать в уме практически все для этого как бы интеллектуальных границ нету ну а вот римская система счисления она фактически расширяет эти возможности потому что большее количество позиций нам удерживать в уме трудно ну а вот в знаковой форме она посмотрит это определенный тупик насколько я понимаю в истории вот Константин Лебедев задал вопрос о таблице возведения в натуральную степень такой вопрос вот я прочитал просто ну мы пока возведения в степень не дошли да это будет позже вот значит в определенном смысле это исторический тупик в развитии числовых ну не то числовых отношений а в развитии средств позволяющих мысли числовых отношений поэтому я не уверен что в этот тупик надо ходить но как бы функция этой системы она вот такая она довела до предела возможного счет с дополнением до круглого ну и позиционная система счастлива значит вот вы видите что здесь в скобочках стоят там система 1 система 1 система 2 ну это такое значит система 0 это просто набор элементов система 1 это система в которой между элементами выстроены отношения то есть мы как-то организовали эту систему это система структуры если так можно сказать а система 2 это система функциональная там выстроены отношения элементов системы к целому вот число в десятичной записи это система 2 потому что каждый элемент записи этого числа он имеет не только значение само по себе которое ему но и значение в зависимости от того места в котором он находится а место это уже как бы свойство относительно системы цель значит этот переход он требует определенной смены ну как бы взгляда на число и если 123 там ну позиционном виде детей учат писать числа гораздо раньше чем вводится система как таковая и если 123 это одна сотня два десятка и три единицы раньше можно было записать и наоборот 3 2 1 3 единицы два десятка одна сотня это было в общем безрактно это были просто набор разных единиц одна такая три таких две таких то теперь вот жесткость позиционная она приобретает свою функцию и за счет этого система оказывается безграничной в смысле вот того тех количеств которыми мы можем терять я хочу обратить внимание на один очень интересный эффект да это я здесь расскажу на один очень интересный эффект связанный с введением позиционной системы счисления в школу и главной операции в этой системе счисления операции он связан с тем этот эффект это ну не эффект это странность странность связанная с введением этих вещей странность состоит в том что все это вводится и осваивается на числах для которых она не нужна то есть там двух трехзначные числа если мы посмотрим школьные учебники двух трехзначные числа дети которые вот интересный получается фокус дети которые хорошо освоили предыдущий способ счет в уме с дополнением до круглого не нуждаются в новом средстве и оно может пролететь мимо мимо на эту тему у меня был совершенно замечательный сюжет когда в городском педа университете там меня пригласили ввел какой-то курс один студент он взрослый человек уже бывший военный ну он бывший в отставке там у них 40 лет уже все ты на пенсию ходишь ну и вот он пошел в магистратуру значит он меня спрашивают а вот у меня проблема мой сын не умеет делить вкладывать умножать умеет а делить нет не получается что-то у него идет и я как бы на это отреагировал немедленно и однозначно я говорю такого не может быть ну вот факт я говорю нет я думаю что он вас аммм значит почему потому что операционалистика там и там практически одна и та же ну вот операции со знаками те же самые то что это организовано чуть-чуть другим образом это не может служить радикальным препятствием значит что-то здесь другое я ему говорю моя рабочая гипотеза состоит в том что он у вас не только умножает делить столбик не умеет но и складывает ну как же он же решает задачи вы знаете он может вас обмануть и объяснил ему что вводятся операции на числах которые не требуют нового способа он он мне тогда говорит да я что-то заметил что он прежде чем решить пример что-то такое соображает у меня это потом уже решает я говорю ну вот так вот вам моя рекомендация попробуйте дать ему сложить но не двузначные числа а там тысячи миллионов миллиардов чем-то побольше ну и посмотрите на следующий раз приходит говорит да вы были правы он складывает в общем он дал ему сложить миллионы и тут он засыпался то есть человек использовал старое средство потому что новое вводилось в условиях когда в нем нужны нет и к сожалению нас во всех учебных значит получается шагеть которые старого предыдущее средство плоховато уйдет может быть тем новое средство и оказывается полезно а вот те кто хорошо научились на предыдущем этапе они теряют потому что ну вот зачем они двузначно и чисто складывать и так умеют но и мотивация тут при этом падает это вот разговор про то что педагогическое действие должно быть в зоне ближайшего развития если человек и так умеет сложить 12 и 15 то учить его складывать столбик совершенно ну я тут по ходу дела даю комментарий про то как у нас происходит обучение математике просто потому что вот эта логика которую я выкладываю логика наращивания средств которые позволяют преодолеть ограничения предыдущих средств и двинуться дальше вот эта логика она в общем очень четко показывает где у нас столб пропущено значит числовые формулы ну это когда уже последовательности операции начинают записываться отдельно а вычисляться отдельно значит тут возникают ограничения ну потому что вычислять слишком длинные выражения требуется определенная концентрация внимания вот и что самое главное здесь возникает неопределенность последовательности выполнения здесь здесь появляется необходимость появления во-первых каких-то соглашений а во-вторых скобок которые могут изменять порядок который предусмотрен соглашением это позволяет записывать формулы в нужном ну как бы соответствие замышляемых и реализуемых действий значит устанавливать взаимно однозначно опять же работа с числовыми формулами у нас в школе состоит в том что дана формула и надо как бы что-то посчитать и дать ответ а смысл этих формул состоит в том чтобы как я уже сказал замышляемые действия и реализованное должны совпадать для этого конечно нужно чтобы появилась работа совместная когда один придумывает последовательность операции которую он хочет чтобы другой выполнил и пишет эту формулу в виде инструкции а другой эту инструкцию выполнил и когда оказывается что получилось не то что ожидалось это повод для того чтобы обсуждать почему повод для того чтобы вводить соглашение и повод для того чтобы вводить такое след как скобки в этом смысле здесь введение числовых формул это в чем-то перекликается с введением алгоритмических инструкций которые обсуждали мы совсем недавно докторскую диссертацию Александр Георгевич представлял и перед этим значит об этих вещах нам рассказывал Анатолий Георгиевич значит дальше следующим шагом следующим средством которое позволяет преодолевать ограничения задаваемые числовыми формулами является введение буквальных обозначений и алгебраических формулами потому что эти формулы позволяют записывать правила правила действий которые ну проще помнить и с ними проще работать тоже разговор про операции отношений повторяются в новом варианте если мы записали дистрибутивный закон и смотрим на эту формулу как на формулу операции это одно если мы смотрим на эту формулу как на формулу отношений это другое если мы можем если мы смотрим как на формулу отношений то мы можем прочитать эту формулу Но опять диагностический, так сказать, вариант, как воспринимается формула, на которой описывает операцию. Либо мы задом наперед можем прочитать, и тогда мы понимаем, что это отношение, что это одно и то же, и в разных формах. А если нет, значит все. Значит, мы дистрибутивный закон задом наперед не прочитаем. Вот смотрите, у нас регулярно происходит одна и та же конструкция, когда у нас знаковые операции начинают сопровождаться словами и за счет слов переводятся в умственный план. Это схема в строительстве. Значит, у нас были цифры, появились слова для обозначения числовых операций, и мы начали считать умными. Появились буквы. Значит, у нас появляются слова для выражения алгебраических отношений. Сумма, разность, произведение не А плюс Б равно, да, а произведение частное, делимое, делитель. Значит, и это позволяет нам эти отношения перевести в умственный план и операции с ними, что самое главное, перенести в умственный план. И переход от отношения к операции и обратно перенести в умственный план. Мы все это можем проговаривать. Алексей Владиславович, а можно считать, что операция – это форма, а отношение – это содержание? Не думаю. Не думаю. Почему? Потому что отношение не оформляется в виде операции. Это можно было бы говорить, если бы отношение оформлялось в виде операции. Здесь совсем другой генетики. Операция. С операцией снимается внешняя операциональная сторона и остается только отношение, которое как бы за ним стоит. Это скорее ближе к отношению явления сущего. То есть отношение проявляется в виде разных операций. Одно и то же отношения, но проявляется по-разному. Спасибо. Значит, ну вот фактически на этом этапе мы с вами завершили элементарную арифметику, натуральную арифметику и освоили эти действия. Следующий этап – это уже, на самом деле, не совсем начальная школа, хотя в некоторых учебниках это начинается в начальной школе. Следующий этап усвоения числовых отношений – это дроби. Вот с дробями очень интересный вид. Для того, чтобы это отношение освоить, надо пройти четыре разных хипостаси. И в каждой из них проявляется свое свойство этого математического объекта, которое в других хипостасях, ну, оно не представимо, не выразимо. И надо сказать, что вот этой четкости в школьных учебниках нет. Прохождение поэтинных хипостасов. Почему этой четкости нет? Потому что в школьном курсе математики не предусматривается смена представлений. Это очень странная вещь, которая противоречит всему, как бы, что есть в математике. Но, тем не менее, школьную математику пытаются построить вот последовательно, как бы, каждое следующее должно вытекать из другого. А вот с такой принципиальной вещью, как то, что следующее должно отвергать предыдущее, и в некотором смысле уничтожать его, этой конструкции почему-то не предусматривается. Хотя без нее освоить, в принципе, нельзя. То, что мы научились, и то, как мы научились в начальной школе, потом в средней школе, надо отвергать и переходить к более общим представлениям, для которых прежние являются, как любят иногда понтовые люди говорить, жалким частным случаем. Ну, он не совсем жалкий, он как бы в психическом развитии очень важный, но потом от него надо отказаться, взял за основание другое представление, которое действует в более широких контекстах. Вот это вот в школе отсутствие. Итак, вот обыкновенная дробь, четыре ипостаси. Первый ипостаси – доля. Конечно, да, вот с этого все начинается. Торт разрезан, яблоко, там что-то еще. Вообще говоря, здесь подспудно появляется идеализация. До сих пор мы говорили только о знаковых средствах и об абстракциях там какого-то уровня. Первого, второго, третьего. Когда мы говорим о доле, это идеализация, потому что мы предполагаем, что разрезаны на одинаковые доли. А одинаковость, правильность – это вообще говоря идеализация. Жизнь у нас одинаковости нет. Эта идеализация, она, ну, в общем, нашему опыту, она контринтуитивна, на самом деле. Я не помню сейчас откуда, но я знаю какой-то сюжет, как там в Египте предлагали разделить, я уже не помню, по-моему, пять хлебов на семь человек. Пять на семь не делится, режем каждый хлеб пополам. Получилось десять, а каждому отдали пополадить, осталось три. Делим каждый хлеб еще напополам, получилось шесть. Все равно на всех не хватает. Делим каждый хлеб еще пополам, получилось двенадцать. Значит, двенадцать осьмушек, семь поделили между людьми, осталось пять. Их еще поделили пополам, получилось десять, семь раздали, а три оставшихся шестнадцатых части отдали тому, кто делил. Понятно, что процесс зацикливается. Математики, получается, бесконечная дробь. Нет, просто тогда, когда деление дошло до разумных пределов, остаток отдает тому, кто делил, заработал. Все очень просто, никаких идеализаций. А тут присутствует идеализация. Ну, она подскудная, ее можно как бы и проехать. Хотя потом появится еще одна идеализация. Есть идеализация равенства дали, это одна. Есть идеализация произвольной делимости, тоже подскудно появляющейся. Мы считаем, что мы можем торт разрезать хоть на сто сорок пять частей. Попробуйте-ка это себе представить. Это все уже воображение. Значит, в этом представлении невозможно, фактически, принять равенство на второе равно двечество. Ну, просто потому, что разрезано не равно все равно. Это контринтуитивно. Это мы не можем понять. Значит, оперирование с долями, оно позволяет естественным образом ввести операцию приведения к общему знаменателю. Ну, потому что мы можем складывать только одинаковые долги. Хотя, правда, в школе этого тоже не делают. В этом смысле школьное определение, взятое из высшей математики, что дробь – это выражение вида М на Н, где М целое, а Н натуральное, оно опорочное для школы. Ко мне, когда я в определенном возрасте, значит, у моих одноклассников дети доросли до того, чтобы поступать в вузы, мне стали водить своих детей мои одноклассники. И я с ними разбирался, где у них какие-то дроби. Стандартная ситуация – это проблема с дробями. Стандартное решение, я говорю, ты понимаешь, в дроби число только одно – это числитель, он так называется. А знаменатель – это не число, а имя, потому что знамя и имя в старорусском языке – это цена. Это название дробей. После этого проблемы с сложением дробей уходят, потому что люди понимают, что третья часть – это имя, а сколько две третьи части – это количество. Если мы складываем разные имена, то нам надо привести этот тип к одной и той же единице, к одному. Но вот при этом понимание того, что одна вторая равна две четвертых, пока не появляется. Вторая и поставь – обыкновенная дробь, как пропорция. Вот, когда мы говорим про всякие кулинарные рецепты, сколько, чего надо взять, чтобы получился торт, то тут становится понятным, что если мы все увеличим в два раза, торт получится тот же самый, только он будет двое больше. Двое больше по размеру, но по качеству это будет тот же самый торт. Значит, в разговоре про пропорции существенным является то, что свойства пропорции лучше всего понимать не на двойных пропорциях, а на кратных. Вот такие, как в кулинарных рецептах. А потом увидеть, что дробь является некой элементарной единицей этой пропорции. Двойная пропорция является элементарной единицей. И выражается дробь дробь. Здесь тоже присутствует подскудная идеализация, которая методически не обрабатывается. Потому что это идеализация совпадения числовых отношений. Следующая, третья, поставь дроби. Как мера. Дробь как мера. Она позволяет выразить величины в числах. И вот только здесь появляется упорядоченная числовая прямая. Фактически числовая прямая вводится в начальной школе. Но вот смысл ее и функция как средства непонятны. Потому что она как средство ничему не помогает. Но она просто присутствует для того, чтобы решать задачу про числовую прямую. А функционально она становится только когда мы говорим про дробь. Потому что кто больше 2, 3 или 5 седьмых совершенно не очевиден. А тут мы начинаем выкладывать их в линейном порядке. И геометрические разные представления о дроби, как об отношениях отрезков, или сторон в треугольнике, или чем-то еще, они позволяют нам естественным образом эти дроби выкладывать на одну и ту же линию. Функция его. Здесь появляется впервые понятийная функция. к тому, что устанавливается отношение между арифметическими и геометрическими объектами. Тут появляется проблема, которая будет потом стартовать для дальнейшего подвижения. Это отсутствие изоморфизма. Есть отрезки, которые не соизмерены. Потребуют нам какие-то новые числа. И четвертая ипостась, которая, на мой взгляд, является очень важной, и которой в школьном курсе математики нет. Дробь – это операторный взгляд на дробь. Дробь – это не количество, а это действие, которое мы производим с количеством. Дробь – это умножить на 2, разделить на 3. С этой точки зрения, обратное действие – это умножить на 3, разделить на 2. Это обратная дробь. Ни в одном из предыдущих представлений обратная величина, обратная дробь, естественно, не является. И вот это одна сторона дела. И оперирование, операция деления дроби на дробь становится естественной, потому что естественная обратная дробь. А вторая сторона дела стоит в том, что операторное взглядное число потом остается как фундаментальный во всей остальними финансами. Число – это оператор, это действие умножения чего-то. Насколько? Это не количество, это не штуки, не бидоны, ничего, это стиль. Ну, вот как бы сюжет про дроби. Значит, вы чувствуете, что в каждом следующем варианте мы смотрим на дробь совершенно другой стороны. Естественно, мы становимся совершенно другие операции и свойства. А когда мы этот круг пройдем, тогда у нас все складывается. Ну, и тут я уже почти завершаю. Наверное, я уже здесь пройду так быстро. Дальше идет фактический путь к введению вещественного числа. На этом пути появляются арифметические, геометрические прогрессии. Средства работы с закономерностями – это новый тип отношений. Которые представляются формулами. Появление формул позволяет переходить к последовательному вычислению операций, перепрыгивать это и совершать операции с формулами один раз и потом пользоваться формулами. И здесь появляется действительно идеализация, без которой мы ничего не сможем сделать. Потому что бесконечное суммирование, вот это, когда мы переходим от конечной прогрессии к бесконечной, это идеализация. Потому что мы там говорим, в конце концов у нас получится такое-то число. Мы складываем, 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 будем бесконечно складывать, в конце концов получится такое-то число. Как только произносить слова в конце концов, значит, произведена идеализация. Здесь без идеализации, в принципе, понятия не может быть. И идеальное средство, которое здесь возникает, это вещественное число. Ну, я про это уже сказал. Отрицательные числа, они возникают, естественно, если мы с дробями освоились как с оператором, то отрицательные числа как оператор уже не представляют сложности. Потому что это уже не количество минус пять, а это низ на пять. Это практически одномерный прототип вектора, векторной величины. Кстати говоря, это в свое время было довольно сложно. Декарт оперировал только с положительными величинами. И когда он писал закон о сохранении импульса, у него получалось там пять или шесть разных форм в зависимости от того, они в одну сторону или в разные стороны эти самые шарики двигаются. И только Лейбин сказал, что это все не нужно, нужно просто приписать скорость и знак, в какую сторону они двигаются. И тогда импульсы просто складываются, и эта сумма всегда равна одному импульсу. Собственно, вот он и ввел отрицательные числа, как средство, которое позволяет фиксировать закон. Вот, значит, степень числовая, да, кратная мультипликативная операция. После того, как мы освоили предыдущие числа, значит, работа со степенью вводится уже чисто математически. Никаких бидонов здесь нету и быть не может. А то, что два в кубе и три в квадрате не одно и то же, ну, поэтому это и пишется так асимметрично. Чтобы не путать, что в какую степень вводится, что перемножается сколько раз. Здесь мы фактически повторяем круг, но в сильно сокращенном виде. Мы сначала пишем в числах, потом обозначаем эти числа буквами, и потом уже в этих буквах все делаем. Ну, и потом появляется уже, дальше мы выходим в Балтик. Дальше мы начинаем разговаривать про многочлены и все прочее. Вот фактически я все, что нужно для освоения числовых отношений, я имею в виду все средства, которые необходимы для освоения числовых отношений, я описал. И как они вводятся, я описал. Ну, и теперь понятно, что под каждую из них надо создавать цикл задач, в которых первая задача позволяет решать проблему, которая не решалась предыдущими средствами, и ввести новое средство. Вот. А последняя, она как бы, ну, задача позволяет расширять область применения этого средства и какого-то способа применения этого средства. А в конце концов, в последних задачах мы упираемся в то, что это средство чего-то не позволяет, и нам нужно следующее средство, и мы когда-то там его вводим. Вот тогда задачный подход оказывается очень эффективным, потому что известно начало и конец, известно, откуда надо прийти, и куда надо прийти. Вот это тем самым средствиальный подход, он дает основание для задач. Иначе мы просто задачу придумываем, а в какую сторону двигаться, не очень понятно. Вот, что я хотел показать. Опять же, я хочу напомнить, что все это в парадигме, который на верхнем слое находится, отношения, которые мы должны освоить, под ними находятся средства, которые для этого необходимы, а под этим находятся задачи, которые нужны для освоения. Ну вот, все, что я хотел рассказать. Публикации все те же самые. Спасибо за внимание. А вот отношения деления с остатком, не рассматриваете? Для целых чисел имеется в виду. Да, но деления с остатком я здесь не обсуждаю, там нового средства не возникает. Ну, как операция это вводится, как отношение это... Вот он, частный остаток получается. Да, это тоже требуется, но новых средств тут не вводится. В этом смысле, конечно, если следовать тематическому плану и тематическому раскладу и средствиальному, они не всегда соответствуют друг другу взаимосвязанно. Одно и то же средство может в разных тематических изворотах поиграть, а наоборот в одной теме может быть целая серия следствий. Так, там Требедев опять же написал. Я вот тут хотел напомнить, что сто лет назад вышла книжка академика Арнольда, правда, Игоря Владимировича, теоретическая арифметика. И там отрицательные числа и дробные числа трактовались единым образом. Мы бы сегодня сказали по Гротендику, как эквивалентности пар, соответственно, уменьшаемая и вычитаемая, и там, соответственно, числитель и знаменатель. Ну, там же Арнольд, конечно, открещивается от идеи, равно ли одна вторая, одной четвертой. Ну, и он в каком-то смысле прав, потому что если вы попросите кредит, имея на вкладе 2 миллиона и имея миллион долгу, и у вас выиграет тот, у кого миллион на вкладе и никакого долга нет. Так что это отдельный вопрос. Но, тем не менее, в этом тоже имеется какая-то привлекательность. И еще я хотел сказать про стола послов. Это очень правильный подход. Мы, математики, знаем, что умножение бывает два. Бывает умножение внешнее, когда элементы какого-то кольца, элементы модуля умножаются на элементы кольца. В любом множестве, где есть операция сложения, там действуют натуральные числа. И, соответственно, вот эта идея, за которую держатся педагоги, мне кажется, она очень правильная. Насчет того, чтобы вначале изучать такие операции умножения, где второй сомножитель. Второй сомножитель – это какая-то именованная величина, а первый сомножитель – это, так сказать, кратность, число повторений. И с этой точки зрения, если три человека принесли по семь бутылок, то это интересная математическая проблема. А будет ли то же самое, если семь человек принесут по три бутылки? Но вместе с тем операции эту семь можно разбить на три плюс четыре, и эту три бутылки можно разбить на две плюс одну. То есть вот эти распределительные законы будут действовать, а коммутативного не будет. Так что, мне кажется, не надо уж так укорять эту несчастную учительницу, которая поставила не двойку, а тройку, когда там ребенок вместо дважды девять написал девятью два. Это имеет, мне кажется, это не только каприсы, сложившаяся практика, а в этом имеются достаточно глубокие математические и физические основания. Спасибо. Вот я поддерживаю здесь, когда я сам учился в начальной школе, они прямо четко говорили, что вот три раза по семь бутылок – это не то же самое, что семь раз по три бутылки. То есть вот ровно есть множитель впереди, то есть кратность, и есть сам объект, который умножается. Вот переставлять их местами нельзя. Потом мы поняли, что 5х или х умножить на 5 – это одно и то же, но в принципе вот пишутся 5х, а не х на 5. Для этого нужна единица, стола посол. Стола посол – это совершенно понятное на таком наглядном уровне – это такой маленький столик, за которым сидит один посол. А если у нас имеется стол, за которым сидит 12 послов, это эквивалентно, собственно говоря, 12 стола послам. Если мы сейчас представим, как этот столик разделили на 12 частей, и послы там сели, то так что это стола посол, которую пионерская правда не высмеивала, а так подтрунивала. Это вполне нормальная физическая единица. Кстати говоря, если три человека принесут по семь бутылок, то на нас гораздо больше придется, чем семь человек по три бутылки. Есть разница. Нет, нет, коллеги, физик бы нас убил за такое обращение с размеркостями. Можно два слова? Конечно, конечно. Ну, мне представляется то, о чем вы говорили, очень значимым. И то, что речь идет о механизмах познавательной деятельности детей, это особенно значимо. И это еще малоизученная в сущности проблема. Ну вот, в отношении некоторых моментов, высказанных вами, первый, я это в фигуральном виде выскажу. Строительные леса нужно вовремя убирать, когда они сработали. Я понятно, о чем говорю, применительно высказанных вами, Ваислав Станиславович. Ну, я в прошлом докладе как раз говорил, что нужно строить здание заново, а как непонятно, лесов нет. Вот я этим и занимаюсь лесами. Так вот, мне представляется, что при всей правде того, что вы высказали, это не вся правда. Потому что то, что я называю строительными лесами, не исчерпывает в самом деле свои возможности. И возвращаются, то есть к ним возвращаются часто на более высоких уровнях обучения. Вот простой пример, связанный с сопоставлением количеств, когда люди еще не знают чисел и цифров. Столько же, сколько и. То есть идея равномощности здесь используется. Ведь она возвращается на соответствующем уровне математики к теории умножности. Кантеровская теория количественных, теория мощностей. То это не единственный пример, показывающий потенциальные возможности того, что, казалось бы, уже сработало. Теперь далее об отношениях, Алексей Владиславович. Это хорошо и интересно, но не стоит ли за развитием вот этой идеи отношения и за самим переходом к отношениям восхождения к понятию структуры, математической структуры. Ведь когда мы переходим от работы с конкретными числами, переходим к алгебраическому уровню, мы уже работаем в рамках целостной структуры. Так вот, не стоит ли за вашим пониманием отношения понятия структуры и не продуктивно ли явно к нему апеллировать? Ну, смотрите, собственно говоря, отношения – это один из типов структуры. Это тип структуры. Бывают структуры иерархические, если обратиться к канонам науки и информатики, которые на самом деле просто снимают каноны человеческой деятельности. Бывают структуры иерархические, бывают структуры сетевые, бывают структуры реляционные, то есть составленные из отношений. Это как бы вот альфа и бета науки информатики. Поэтому отношения – это один из типов структур, то бишь реализованных. Действительно, это, ну, как бы, там на самом деле сложные отношения между этими тремя типами, потому что, когда мы переходим из области реальных действий в область мыслительную, мыслительные структуры, которые управляют реальными действиями, вопреки каноническим утверждениям об отражении, они имеют другой тип. И управляющая структура всегда имеет другой тип отношения к управляющему. Поэтому мыслительные представления, значит, немножечко другие, чем то, что мы мыслим. Ну, про это можно говорить, я эти вещи понимаю и готов обсуждать. Ну, вот здесь вот, когда я обсуждал числовые отношения, это было, ну, как бы стрелять из пушки по воробьям. Я не думаю, что это стоило. Спасибо. Только я хочу заметить, что если речь идет, например, об информатике, то не имеет смысла говорить, использовать термин структура и говорить только об отношениях, потому что в информатике преимущественно речь идет об отношениях, связанных с программами. Здесь уже имеются в виду тип структуры. Ну, не только. Конечно. Перепутать, это не программа, это сетевые отношения, баз данных, религиозные отношения, есть иерархические отношения. Конечно. Там тоже все есть, так что. Я еще как-то, самое, пропустил без ответа реплику насчет того, что, насчет Арнольда. Он, конечно, молодец, но все эти ходы, они на самом деле про другое. Это хорошие ходы, но, значит, они про другое. Они про то, как обоснованно. Потому что я говорю, что свойства операций, которые мы совершаем, очевидны на уровне элементарных количеств и совершенно недоказуемы элементарными средствами, поэтому они просто, эта интуиция, вкладывается в более сложный класс операции с более сложными объектами. А вот когда мы начинаем задавать вопрос, а почему это так, у нас возникает вопрос о редукции. И вот эта редукция действительно реализуется нам в, ну, я называю это аксиоматико-модельный подход. То есть мы говорим, вот, значит, набор аксиом, из которых следуют все свойства. Как проверить, что эти аксиомы гордуют? Нам надо построить объект, который этими свойствами зафиксированных в аксиомах обладает. И построение такой модели гарантирует, что справедливость аксиом для более высокого уровня следует и справедливости аксиом для более низкого уровня. Мы хотим что-то проверить для рациональных чисел. Модель – это модель, это не рациональное число, это модель, которая строится и которая обладает свойствами рациональных чисел. Операциями с этой модельной сущностью точно соответствует операциями с рациональными чиселами. Значит, такая система существует, непротиворечива, и ее свойства следуют из свойств обычных натуральных чисел. Когда мы говорим о переходе к вещественным числам, тоже мы строим модель, мы говорим, что вещественное число – это вот или предел, или сечение дедекинта во множестве. Ну, это как бы модельный подход. Мы просто строим модельный объект, который обладает этими свойствами, и тем самым доказывает существование и непротиворечивость, и то, что эти свойства можно вывести из свойств более низкого уровня. И это все замечательные вещи, которые редуцируют, убирают все вопросы и сводят все к проблеме непротиворечивости арифметики, которая так и не решена, потому что она доказывается в языках, в теории языков, а в теории языков она опирается на представление о языках, которые тоже надо доказать, что они непротиворечивы. И дальше конца нету. Но подход этот интерес, но он, конечно, не для изложения в школу. Он скорее для какого-то дополнительного, для интересующихся математикой школьников, которым интересно вот покопаться и в логических конструкциях, и с ними можно этим поразвлекаться. Вот это что я могу сказать про Адмаль. Я хотел рассказать про свой американский опыт. Я там вел такую программу, типа Мехмат в Америке. Это семестр собирали самых сильных студентов, и они занимались только математикой. И вот в Penn State University заведующий департаментом громадным читал, я присутствовал на этих лекциях, он читал лекции по анализу, он рассказал аксиому Дедекина, и после этого совершенно серьезно, без всяких шуток, сказал, «Я вас предупреждаю, что самостоятельное продумывание этих вопросов может быть вредным для здоровья. Ни в коем случае не пытайтесь углубляться в одиночку в основании математики». Имеются примеры великих математиков, которые пытались это обдумывать, и это кончилось плохо. Я к нему подошел после его доклада, спросил, пошутил ли он, но сказал, «Нет, я не пошутил». Хорошо, да, спасибо. Здравствуйте. Ладно. Так, какие есть еще вопросы к докладчику? У меня вопросы, если можно, я могу. Пожалуйста. Во-первых, ну, вопрос-то такой, что, как бы, мне кажется, что всегда и в науке, и в образовании, естественно, начиная с начального этапа развития какой-то дисциплины, всегда это происходит углубление и усложнение тех абстракций, которыми мы пользуемся. Ну, интересно было бы сказать причину, почему такие абстракции, почему усложняются, и почему возникают новые абстракции. Ну, почему усложнения происходят в науке особенно, там, квантовая физика, там, теория ядра, элементарные особенно частицы по сей день, ну, никто ответить, конечно, не может, но это так. Ну, а в школьной математике, в возрастной математике, мы видим, естественно, что абстракция начинает от натуральных чисел, и сначала числовые системы, естественно, они постепенно нарастают, сложности углубляются, появляются новые такие абстракции. Ну, а какая же причина, вот, Алексей Борисович, как вы это думаете, какая причина, как вы относитесь, какая причина нарастания таких вот усложнений абстракции? Причина одна – это расширение круга решаемых задач. Лучше чем шире круг, тем, когда мы расширяем сферу своей деятельности, прежние средства оказываются недостаточными. Нам приходится использовать другие средства. Да, конечно. Кроме того, основная функция абстракирования – это замена действий с материалом, который сопротивляется, на действия с материалом, который мы ввели, который соответствует этим действиям, поэтому оказывает меньше сопротивления. Потому что знаки приспособлены под наши действия. Да, разумеется, это расширяется круг тех предметов математических, которых мы занимаемся. Ну, а все-таки, а почему они появляются, новые эти предметы? Как бы вот мы смотрим, натуральные числа рассмотрели, на них можно ввести все семь операций, прямые и обратные, сложения, умножения, возведения в натуральную степень, а потом появляются обратные. Но мы же видим, что все время появляется только одна причина появления нового раздела этого. Дробный почему появляется? Ну, потому что, с точки зрения математики, практически с того, но я не беру там измерения, там, все-таки. А решать уравнение надо. А умножить на х, 2 умножить на х равно 6, мы получаем корень натуральный. А если там 7, то 7 вторых уже дробь появляется. Вот причина. И все так дальше же, ведь одна и та же причина расширения, чтобы уравнение имело решение. А для этого... Это и есть расширение круга действий. Это и есть расширение круга действий. И еще значительный принцип. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Ну, конечно. Надо. И что делать? Надо вводить новый. Так. И тогда получается, что причина и так, и в буквах же. Там просто то же самое, только в буквах. Появляются новые выражения, дробно-рациональные. Просто делить многочлены надо. Многочлен нам многочлен. И новые объекты появляются. И так получается, что всего лишь одна причина. Ну, а раз причина одна, но появляются новые объекты, возникают, естественно, идеализации. И новые эти. И возрастает так постепенно, возрастает сложность этих... этих вот наших идеализаций. Константин Андреевич, человеческая лень. Потому что мои студенты, значит, когда я им говорю, что будете решать однотипные задачи, пока не придумаете общую формулу, обычно к третьей задаче уже в общую формулу. И не более ли правомерно по этой причине говорить, что усложнение несет и упрощение, а упрощающее начало несет и усложнение. Топология одинаковых миров тому. Так, ладно. Ну, мне кажется, мы более-менее, так сказать, все обсудили. Вот. Такой вопрос. Вопрос у вас, Верси Геннадь? Можно, да, я просто хочу спросить. Алексей Владиславович, а есть какая-то у вас схема или модель какая-то, в которой вот расписаны все эти... Ну, то есть на одной какой-то картинке были бы расписаны все уровни и вот все системы или они как-то там взаимосвязаны, их нельзя отобразить наглядно? Ну, Вера Сергеевна, понимаете, мое выступление, оно в значительной степени иллюстративное. Почему? Потому что такие конструкты не делаются одним человеком. Это требует производственного процесса. с разделением труда, с разделением функций. Как бы не только по горизонтали, но и по вертикали. То есть это требует организации труда. Я только иллюстративно демонстрирую, как это можно было сделать. Белый процесс, он невозможно его совершить одному человеку. А можно еще вопрос к Тане Рудченко? Да, пожалуйста. Тань, а вот когда у вас класс занимается экспериментальным исследованием, выводом, заполнением таблицы умножения, тот факт, что 3 умножить на 7 и равно 7 умножить на 3, он экспериментально наблюдается и потом обсуждается? Или как? Она, возможно, в данный момент отлучилась или что-то такое? Мне кажется, там нет проблем с таблицей умножения. Там проблема именно идет, когда дети начинают решать текстовые задачи. А когда таблица умножения, их учат просто экспериментально или просто заучивая. Там ведь нет именованных чисел. Там числа и умножения. Нет? Нет. Значит, почему это одно и то же? Очевидно. Надо взять таблицу 3 на 7 и количество элементов в ней не зависит от того, будешь ты 3 раза 7 строк, 7 элементов, по 7 элементов складывать или 7 раз по 3. Одно и то же. Я у Стани Рубченко спрашиваю, не так это можно было бы делать, а у них конкретно распланированы занятия. Они там один или два урока целым классом выводят таблицу умножения. Я про это конкретно занятие спрашиваю, где в этом занятии появляется обсуждение того, что это таблица симметрично относительно диагонала. Вот это я хотел узнать. Они оставляют это для обсуждения или вот как это все на практике? на практике, как это происходит. Они же это уже сделали. Понятно. Ну, я... Если в этой практике, то он последующее обсуждение. Вопрос можно? Конечно. Алексей Вячеславович, предполагается ли развитие в дальнейших докладах, развитие того, о чем вы сегодня и в прошлый раз говорили? О математике или как в целом вы полагаете говорить? Ну, скажем так, я готов, если это будет какую-то работу на эту тему начать, ну, я еще раз говорю, что это в одиночку не делается. Ну, и как бы то, что я говорил в прошлый раз, это, ну, какие-то концептуальные вещи, а практические разработки это в одиночку не делается. Поэтому я просто готов к работе в какой-то производственной системе, но самовичный я это не сделал. А так я готов обсуждать любой уровень образования и в любом формате для меня это не представляется. Ну, хорошо. Так, давайте тогда, во-первых, поблагодарим докладчика за интересный доклад. Спасибо. Вот. Пожелаем успешной деятельности в дальнейшем. А теперь, Алексей Владиславович, что-то известно про следующий раз или пока еще не запланировано? Или будет перерыв в следующий раз? Раз докладчика пока нет. Может быть, как раз в следующий раз каникулы в школе. Можно и нам сделать каникулы, по идее. Ну, давайте мы сделаем. Тем более, там предпраздничные дни какие-то будут. Может, люди разъедутся. Потому что я с вами написал и предложил выступить на семинаре. Все написали, давайте мы в ноябре где-нибудь, а сейчас вот. Да, хорошо. Ну, люди считают, что в ноябре у них будет, видимо, лучше, просто потому, что они об этом не знают, что у них в ноябре будет еще лучше. Ну, ладно. Вот она предварительно в следующий раз будет через раз, правильно? Да. Предварительно, а там посмотрим, может быть, что-то изменится. Хорошо. Тогда, если больше нет вопросов, выступлений, замечаний, то до следующего раза. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok